Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Молдовы Майя Санду накануне провела встречу со специальным представителем по процессу Приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции Томаса Майер-Хартингом. Во время беседы она затронула ряд вопросов, в том числе о соблюдении прав человека на левом берегу Днестра. Мы обсудили с господином Майер-Хартингом ознакомительный визит в Республику Молдова представителей формата 3 плюс 2, запланированный на следующей неделе и условия, которые должны быть выполнены для возобновления диалога по урегулированию Приднестровского конфликта, сказала Майя Санду. По словам главы государства, люди на обоих берегах Днестра хотят лучшей жизни, рабочих мест и экономических возможностей, а также здоровой окружающей среды и шанса на будущее у себя дома. «Мы должны достичь этой цели, сосредоточившись на внутренних реформах в интересах всех граждан Республики Молдова», – указала президент. Помимо этого, Санду обсудила с Майер-Хартингом борьбу с пандемией, вопросы свободного передвижения между двумя берегами и обеспечения безопасности в регионе. К слову, президент Республики Молдова Майя Санду также побывала с рабочим визитом в районе Келэ-Раш, где побеседовала с представителями местной публичной власти, врачами и предпринимателями района. «В районном совете Келэ-Раш обсудила с примарами и местными советниками необходимость справедливого финансирования проектов по развитию местных населённых пунктов. Мы говорили о ситуации в сфере образования Келэ-Раш, о том, как система адаптировалась к пандемическим вызовам и об ожиданиях педагогов и родителей в этой области», – сказала Майя Санду. Глава государства поблагодарила врачей района Келэ-Раш за профессиональные человеческие усилия в период пандемии, за самоотверженность и самоотдачу в деле спасения человеческих жизней. «У нас сейчас достаточное количество вакцин, и мы должны убедить как можно больше граждан в Келэ-Раш и в стране вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжёлые случаи заболевания COVID-19. Это наш шанс вернуться к нормальной жизни», отметила президент Республики Молдова. В бизнес-инкубаторе Келэ-Раш глава государства обсудила с предпринимателями-резидентами доступ к кредитам и консультациям для развития бизнеса. «Государство должно быть партнёром деловой среды, должно оказывать поддержку и создавать условия для поощрения частной инициативы», – подчеркнула президент Майя Санду. Напомним, вчера Майя Санду провела встречу с депутатами Европарламента Зигфридом Мурешаном, Андрюсом Кубилюсом и Анджеем Халицким. Зигфрид Мурешан является главой делегации Европейского парламента по связям с Республикой Молдова. Андрюс Кубилюс – главой делегации Европейского парламента в парламентской ассамблее Евронест, а Андрей Халицкий – вице-председателем этой делегации. Глава государства рассказала об усилиях, предпринимаемых в борьбе с пандемией COVID-19 и поблагодарила за помощь со стороны Европейского союза, выразила европарламентария мою признательность за поддержку, оказанную европейскими институтами в части поставок вакцин в Республику Молдова и обеспечения системы здравоохранения нашей страны средствами защиты и медицинским оборудованием, спасающим жизни, – сказала Майя Санду. Президент Майя Санду отметила, что как только будет разблокирована внешняя помощь, мы сможем запустить реализацию плана восстановления экономики Республики Молдова, в том числе начать модернизацию страны. «Мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнёров реализации этих целей», – заявила госпожа Майя Санду. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать своё мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok